Привет друг, ты на канале Киртоп. Где находится самое глубокое место на земле? Насколько оно далеко от центра земли? Сегодня разберемся с самыми глубокими местами, дырками, скважинами, пещерами, колодцами в мире, природными и рукотворными. 1 метр 80 сантиметров. На такой глубине обычно вырывают могилы. Именно с этой глубины вылезут зомби, когда придет время. 20 метров. Здесь находятся знаменитые парижские катакомбы, сеть извилистых подземных туннелей и пещер искусственного типа под Парижем. Общая протяженность по разным данным от 187 до 300 километров. С конца 18 века в катакомбах покоятся останки почти 6 миллионов человек. 40 метров. Отель Термо Меллипини в Италии выбрал эту смелую стратегию, выкопав тоннель 40-метровой глубины для любителей понырять и водолазов. Это бассейн Y-40. Самым интересным моментом глубочайшего бассейна Y-40 является то, что он заполнен термальной водой и имеет прекрасную температуру в 33 градуса по Цельсию. 105,5 метров. Такова глубина залегания станции киевского метрополитена Арсенальная, которая расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями Крещатик и Днепр. Это самая глубокая станция метрополитена в мире. 122 метра. На такую глубину могут проникать корни дерева. Дерево с самыми глубокими корнями дикий фикус, растущий в Эхо Кейвс вблизи Охрикстад. Это дерево произрастает в Южной Африке. Его корни идут в глубину на почти 122 метра. 230 метров. Самая глубокая река. Это Конго, река в Центральной Африке. В нижнем течении Конго прорывается через Южно-Гвинейскую возвышенность в глубоком ущелье, местами не более 300 метров, образуя водопады Ливингстона. Общее падение 270 метров. Глубины на этом участке составляют 230 метров и более, что делает Конго наиболее глубокой рекой в мире. 240 метров. Это железнодорожный тоннель, тоннель Сейкон в Японии длиной почти 54 километра. Тоннель опускается на глубину около 240 метров, на 100 метров ниже уровня морского дна. Это самый глубоко залегающий под морским дном и второй по длине после Гатарского-Базинского тоннеля железнодорожный тоннель в мире. 287 метров. Еще глубже находится Эйксунский автодорожный тоннель, проложенный по дну Стюльферда в норвежской провинции Мерре-Окрумсдалл. Соединяет города Эйкскун и Ирьясен. Начат постройка в 2003 году. Церемония открытия состояла 17 февраля 2008 года. Полноценное движение открыто 23 февраля этого же года. При длине в 7 765 метров тоннель уходит на глубину 287 метров ниже уровня моря. Это самый глубокий тоннель в мире. Уклон дорожного полотна достигает 9,6%. 382 метра. Вудингдин. Восточный пригород Брайтон и Хоуф, расположенный в графстве Восточный Сусекс, Англия. Он примечателен тем, что на его территории находится самый глубокий колодец в мире, вырытый вручную, между 1858 и 1862 годами. Глубина колодца составляет 392 метра. Конечно, он выглядит не так живописно, это всего лишь иллюстрации. 603 метра. Пещера головокружения в рту главится в Юлийских Альпах. Расположена она на территории Словении, недалеко от границы с Италией. Пещера открыта совместной славенско-итальянской группой спелеологов в 1996 году. В пещере расположен самый глубокий в мире карстовый колодец. Его глубина 603 метра. Сюда запросто поместится северная башня Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Ее высота 417 метров, а с учетом установленной на крыше антенны 526,3 метра. Если случайно упасть в эту дыру, то долететь до дна можно за 11 секунд. 700 метров. 33 горняка оказались под завалами в результате обрушения шахты Сан-Хосе 5 августа 2010 года. Они провели в заточении на глубине 700 метров более двух месяцев и почти три недели числились погибшими. В результате 40-дневной работы была пробурена скважина для спасения чилийских горняков. 970 метров. Это самая большая вырытая дыра в земле, со дна которой все еще можно видеть небо. Карьер Бингем-Каньон в штате Юта является одним из крупнейших в мире антропогенных, то есть вырытых человеком, образованием. После более чем 100 лет добычи образовался крупный кратер глубиной в 970 метров и шириной в 4 километра. Столь уникальный каньон был причислен к национальным историческим достопримечательностям в 1966 году. В этот карьер целиком поместится Бурж-Халифа, самое высокое сооружение в мире из когда-либо созданных, высота которого составляет 828 метров. И не просто поместится, но еще из его макушки до поверхности останется более 140 метров. 10 апреля 2013 года гигантский блок земли сорвался и устремился в огромную яму искусственного каньона в штате Юта. Приблизительно 65-70 миллионов кубических метров земли гремели по стенам шахты, достигая скоростей до 150 км в час. Событие было столь мощным, что всколыхнуло землю, сработали сейсмические датчики, зафиксировавшие землетрясение. Интенсивность измерялась двумя с половинами баллами по шкале Рихтер. 1642 метра. Байкал. Самое глубоководное озеро на Земле. Современное значение максимальной глубины озера 1642 метра. 1857 метров. Большой каньон. Один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штата Аризона, США. Глубина более 1800 метров. 2199 метров. Вот мы и добрались до самой глубокой в мире пещеры. Это пещера Крубера, Воронья. Единственная известная пещера в мире глубже 2 километров. Основной вход в пещеру расположен на высоте около 2250 метров над уровнем моря. 3132 метра. На сегодняшний день самой глубокой является шахта Моап-Хотсун-Вьюар. Расположена к юго-западу от Йохенсбурга. Ее глубина составляет 3 с небольшим километра. До самого дна лифт идет 4 с половиной минуты. Но можно и ускорить процесс, если человек случайно упадет сюда. То полет до дна займет у него всего 25 секунд. 3600 метров. На такой глубине был найден живой организм. Около 100 лет тому назад английский ученый Эдуард Форбс утверждал, что глубже 500 метров живых существ нет. Но в 2011 году в золотой шахте на территории Южной Африки были найдены червени Матоды. Холецифалобус Мефисто. Второе название этих полумиллиметровых созданий – червь из ада. 4500 метров. Самые глубокие шахты мира находятся в ЮАР, Таутона, Витватерстранд. Глубина более 4,5 километров. Вестерн Дип Левелс Майн. Западная шахта глубокого залегания. 3900 метров. Компания Дебирс. Мепонинг. 3800 метров. Шахтерам приходится работать в экстремальных условиях. Жара доходит до 60 градусов. И на такой глубине постоянно существует опасность прорыва воды и взрывов. В этих шахтах добывают золото. Путешествие сюда занимает у шахтеров около одного часа. Кстати, на месторождение Витватерстранд получают от 25 до 50 процентов добываемого в мире золота. Добыча ведется в том числе и с самой глубокой шахты мира Таутона. Ее глубина составляет более 4,5 километров. Температура в выработках достигает 52 градусов. А вот это кусок золотоносной руды, добытой именно на этом месторождении. 10994 метра. Марианский желоб или Марианская впадина. Океанический глубоководный желоб на западе Тихого океана. Самый глубокий из известных на Земле. Назван по находящимся рядом Марианским островам. Самая глубокая точка Марианской впадины бездна Челленджера. По замерам 2011 года ее глубина составляет 10994 метра, ниже уровня моря. Это очень глубоко. Если сюда можно было бы поместить Эверест высотой 8848 метров, то от его вершины до поверхности еще осталось бы более 2 километров. Да, на Земле есть место, о котором мы знаем гораздо меньше, чем о далеком космосе. Таинственное дно океана. Считается, что мировая наука по-настоящему еще даже не приступила к его изучению. На глубине 11 километров у дына давление воды достигает 108,6 мегапаскалей, что примерно в 1072 раза больше нормального атмосферного давления на уровне мирового океана. 12262 метра. Мы добрались до самой глубокой скважины в мире. Это Кольская сверхглубокая скважина. Находится в Мурманской области, в 10 километрах к западу от города Заполярный. В отличие от других сверхглубоких скважин, которые бурились для добычи нефти или геолого-разведочных работ, СГ-3 была пробурена исключительно с научно-исследовательскими целями, в том месте, где граница Мараковичича подходит близко к поверхности Земли. На 5-километровой глубине окружающая температура превысила 70 градусов, на 7 – 120 градусов, а на глубине 12 километров датчики зафиксировали 220 градусов Цельсия. 12376 метров. Скважина Z44 Chaivo, которая пробурена на территории России на шельфе острова Сахалин, считается самой глубокой в мире нефтяной скважины. Она уходит на глубину около 13 километров. Эта глубина сопоставима с высотой 14,5 небоскребов Бурж-Халифа, который пока остается самым высоким в мире зданием. Это самая глубокая дырка, которую смогло пробурить человечество. И оно находится всего на глубине около 12,4 километра. Много ли это? Вспомним, что среднее расстояние до центра Земли составляет 6371 километр. Поддержи канал лайком и подпиской. Осталось совсем немного до 50 тысяч подписчиков. Давайте поднажмем до конца года. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok